Про таких людей говорят. Родился в рубашке. Накануне днем в реанимации больницы имени Соловьева оказалась 16-летняя Ярославна, после того, как шагнула вниз с 8 этажа многоквартирного дома. Получив переломы двух бедер и таза, девушка чудом осталась жива. К счастью, у нее нет череп-мозговой травмы. Видимо, все-таки снег ее спас. Прилежит она у нас долго. Иммобилизация сделана. Она достаточно неплохо себя чувствует. Сознание в полном. Это уже радует. Мы с ней поговорили. Я сказал, ну как свободный полет? Она говорит, да вот теперь поняла, что это такое. Что могло сподвигнуть десятиклассницу Дарью к прыжку, остается только гадать. Директор школы номер 33, в которой учится девушка, после случившегося был неразговорчив с нами и закрывался от камеры. Сами пока не знаем. Прокомментировать вас ничего не можем, потому что еще никого не опросили. А что вообще случилось? Пока ничего не случилось. Несчастный случай произошел с ребенком. А девушка, она вообще хорошо училась? Как она? Да, очень хорошо училась. Ученики школы оказались более разговорчивыми. Правда, толком у случившимся ничего не знают. Рассказывают со слов преподавателей. Мне сказали, что девочка с самого этажа сиганула. Учителей просили кровь сдать. Ей кровь нужна. А вы с какого класса? Из девятого. А вы тоже только на уровне слухов? Да, все слухи. Она вообще адекватная полностью. Учится вроде нормально. Она спортом занималась. Да, спортом занималась. Нам учительница наша рассказывала, что она хорошая, была очень умная. А фамилия? Я не знаю. То есть вам об этом сегодня учительница рассказала, о том, что приход не нашла? Да. Она вам не говорила, из-за чего это случилось? Она сказала, что весь их класс расспрашивали и то, что никто не знает. Похоже, с учебой проблем у Даши нет. О трудностях личного характера или в семье нам ничего не известно. Жалко только, что папа так и не поймет и не узнает. Такой статус на странице девушки ВКонтакте. Последний раз она была онлайн вчера в 10.06 утра. Теперь Дарье прописан постельный режим сроком не меньше месяца. Ну, ей сейчас положены аппараты внешней фиксации, которые в последующем будут заменены стержневыми, видимо, конструкциями, чтобы она могла сама себя обслуживать, быстро встать на ноги. Екатерина Бубнова, Георгий Колчин. День в событиях. Екатерина Бубнова, Георгий Колчин. Екатерина Бубнова, Георгий Колчин. Продолжение следует...